Российский рубль вошел в тройку самых слабых валют мира. Такие данные были зафиксированы на закрытии торгов 29 декабря. В 2023 году рубль неоднократно фиксировал серьезные обвалы на рынке. Падение сильнее к доллару показали в мире всего две валюты. Турецкая лира и аргентинская песо. Курс в 90-100 рублей в Кремле считают угрозой. Поэтому Центробанку России поручили экстренно вмешаться в ситуацию и стабилизировать курсы и инфляцию накануне. Так называемых президентских выборов. Подробнее об этом Юлия Биль расскажет. Российский рубль по итогам 2023 года показал сильнейшие за 9 лет падения и вошел в топ-3 рейтинга слабейших валют развивающихся стран, который отслеживает Блумберг. Курс доллара 71 рубля в начале года поднялся на 26% до 90 рублей на закрытии последних торгов 29 декабря. Евро подорожал на 28%, 76% до 97% рублей, а китайский юань на 24%. Причин у них несколько. Главная причина заключается в том, что начиная с конца 2022 года российский Минфин начал накачивать экономику бюджетными деньгами. В основном получателями этих денег были военные предприятия в рамках оборонного заказа. Так называемая мобилизационная экономика. Параллельно шел процесс выстраивания так называемых параллельных схем по импорту и гражданской продукции, и продукции до военного назначения в Россию. Основным поставщиком стал Китай. Проблемой для рубля стало также резкое сокращение притока иностранной валюты. По оценкам Института Гайдара, в 2023-м российская экономика получила 420 миллиардов долларов экспортных доходов, а это на 29% ниже, чем годом ранее. Реальные валюты экономика получит еще меньше – около 250 миллиардов долларов валютного притока, из которого почти половина приходится на юань. Долларов и евро в Россию по итогам 2023 года может поступить не более 120 миллиардов, что соответствует уровню начала 2000-х годов. На сегодняшний день потребность в валюте достаточно высокая. Не надо забывать относительно того, что реализация нефти происходит основными покупателями, являются Китай и Индия. И Индия платит за нефть индийскими рупиями. Соответственно, индийские рупии можно реализовать или непосредственно покупая ту индийскую продукцию, которая вам необходима, или инвестировать в индийские предприятия. Но назад уже в виде валюты на российский рынок, оно не поступало приходит. Соответственно, это приводит к существенным дисбалансам на валютном рынке. Чтобы поддержать валютный рынок, указом президента потребовали от экспортеров продавать больше валюты на бирже. С октября четыре десятка крупнейших компаний обязаны заводить 80% валютной выручки в российские банки и продавать 90% этого объема на бирже. Тех, кто создает угрозы рублю, Центральный банк сможет отключать от торгов. Соответствующие полномочия Госдума дала ему в конце декабря. 43 группы компаний российских экспортеров обязали продавать валютную выручку на российском валютном рынке. Масса было условий. И дошло до того, что те компании, которые продавали на экспорт свою продукцию за рубли, вынуждены были покупать там валюту, чтобы привезти ее на российский рынок и продать ее на российском рынке. То есть и Минфин это ничуть не спутило. Они сказали, ну да, ну ничего, заплатят пару раз лишний раз за конвертацию там у нас странных банков есть и так далее. Обязательная репатриация и продажа валютных поступлений на российском рынке введена сроком на 6 месяцев, то есть до 11 апреля 2024. Отметим, что 17 марта этого года должны состояться так называемые выборы президента России. Эксперты считают, что именно поэтому Центральному банку было поручено экстренно вмешаться в ситуацию, чтобы стабилизировать курсы и инфляцию. Для людей, которые будут голосовать в марте 2024 года, это психологическая отметка. То есть они прекрасно понимают, что для них больше 100 рублей – это провал экономической политики Путина. Соответственно, и были брошены все силы на то, чтобы удержать ситуацию. Экономисты считают, что власти смогут держать рубль как минимум до весны, пока действует указ президента об обязательной продаже валюты, после чего курсы снова поползут вверх.